Здравствуйте, дорогие телезрители. Саша, тебе еще разок. Привет. Добрый день. Знаешь, я только сейчас поняла, что это в моей карьере, возможно, последнее интервью. Ну а в твоей, такое личное, твое, это первое интервью. Все верно? Все верно. Я предлагаю сразу тебе ответить на вопрос наших телезрителей, который уже наверняка повис в воздухе. Почему ты ушел со 108 канала? А если кто еще не знает, это Александр Петрушин, бывший ведущий и корреспондент 108 канала, а ныне уже с сегодняшнего дня новый корреспондент канала «Республика». Ну, Оль, еще раз привет. Спасибо большое за приглашение не только на интервью, но и вообще, конечно, в коллектив интернет-канала «Редакция». Отвечая на твой вопрос, почему ушел со 108, честно признаюсь, это вот прям такая личная боль, поскольку решение удалось очень тяжелое. Абсолютно хорошее отношение со всем коллективом, от руководства канала в целом до главного редактора, до каждого оператора, до каждого сотрудника. И вот прям и действительно пришлось пару ночей сбоку нам поворочиться, чтобы данное решение принять. Что, неужели дело в зарплате? Да если бы только. Мы разговаривали и с главным редактором не так давно, 108 канала, им сейчас является Мария Стручкова. Кстати, считаю нужным упомянуть, что защищая свою дипломную работу, она ее писала на тематику «Новый облик медиа и защитила достаточно успешно» и, насколько мне известно, получила даже определенное некое признание от того судейского состава, который ее дипломную работу заслужил. Ну вот жаль, что ее сейчас нет, потому что так или иначе эту тему мы сегодня тоже затронем. Ну а какая настоящая? И решение, ну нужно понимать, что 108 канал – это коллектив состоявшихся в профессии профессионалов. Да, безусловно, там приходят новые люди, но так или иначе есть определенная линия работы и репутационная политика. И в каких-то моментах тебе становится тесно. Республика, канал молодой, республика средства массовой информации, которая на данный момент не боится экспериментировать форматами. И при совокупности всех этих признаков попробовать себя в чем-то новом шагнуть дальше, безусловно, это было предложение, от которого невозможно отказаться. То есть я как-то еще пытался сомневаться, пытался у себя в голове взвесить, ну может быть, Саня, ты там себе там что-то надумал, да, останься, ведь все действительно хорошо. Причем отношения в 108 канале, знаешь, я тебе так вот скажу, иногда проще, когда тебя увольняют. Да. Когда у тебя говорят, собрал вещи, в дверь просто выходи. Здесь, наоборот, такого нет. И это личное решение. Я не постесняюсь этого сказать. Я благодарен коллективу 108 канала не только в становлении в работе, но и вот вообще в личной жизни. Ребята мне во многих вещах помогли. Вот у того, что у меня как-то раз была такая ситуация. Многим жителям республики наверняка я известно, если у тебя нету своего жилья, какая-то, блин, проблема вот в съеме, да, квартиры. И вот Мария Стручкова мне помогла очень хорошо, Альмира Семеновна в том числе. Очень много я узнал от Геношина в плане операторской работы. Марата Макеева. Все, кто там работают, это не просто люди в средстве массовой информации достаточно такому провокационному в рамках нашего региона, но это еще и хорошие, уникальные и добрые люди в целом. И вот покинуть такой коллектив, это прямо вот говорю, такая через себя боль определенная, но пора двигаться дальше. Пора двигаться дальше. Совершенно верно. Я очень рада, что ты выбрал именно этот канал. И не зря ты сказал такую вещь, что здесь можно пробовать разные форматы. Я думаю, и наши телезрители, ну и ты, конечно, не мог не заметить, что мы действительно пробуем разные жанры. Мы не боимся экспериментировать. И ты вот хотел именно этого, нового, свежего, своего чего-то. Вот я тебе так хочу сказать. Несколько лет назад у меня состоялся первый разговор, и за несколько лет он был единственным разговором с Альмирой Сенбитой. Я тогда еще работал, ну так это назовем, в должности исполнителя директора радиостанции. И она мне сказала, Саша, мы обсуждали с ней эту тематику, и она сказала, в финале разговора, если вдруг когда-нибудь ты уволишься с радио, набери меня. И такой момент настал. С радио Голос Азии надо уточнить. Да, радиостанции Голос Азии, 102,5, да. И такой момент настал, мы созвонились, и я до сих пор помню, я захожу в редакцию, в ТВЦ на третьем этаже располагается, редакция 108 канала, и я бы понял, что вот это что-то новое, что-то помимо, то есть студии уютной на Кочетово-35, что-то большее, чем просто ты, твое мироощущение, и радиослушатели, и активные радиопользователи, да, сейчас возьмем вот интернет, да, поскольку одно без другого никак сейчас не состыковывается. Это картинка, это журналистика. Но это рамки. Это, тогда это было что-то новое. Вот сейчас ровно точно так же смотришь. Я ни в коем образом не позиционирую себя, как вот там 100% всезнающего, профессионального, но какие-то вещи становятся вырублены. И вот если у тебя есть какие-то определенные амбиции, тебе может быть тесно настолько, что ты можешь испортить отношения с коллективом, с которым портить его не хочется. И вот ты лучше, вот посмотри, куда тебе развиваться, нежели вот ты останешься. Знаешь, наверняка вот если у тебя у самого очень большой опыт работы в связи с массовой информацией, ты наверняка встречала таких людей. Вот им уже ближе к 40, они, казалось бы, все проели в работе, им ничего не интересно, и вот они постоянно с коллективом в конфликте в каком-то находятся. Вот я все знаю, вы делаете неправильно и прочее, прочее. Но такие люди, как правило, они сидят на том же месте много-много лет и ничего не происходит. Вот зачем. Ты хочешь выйти за эти рамки. Я тебя в этом очень хорошо понимаю, потому что я вижу и, наверное, все видят, как развивается наша журналистика в Республике Питя. Ну, фактически, давай честно, такая стагнация наступила у всех средств массовой информации, особенно новостных. То есть все работают в определенном формате, по определенным шаблонам, и они не могут выйти ни вперед, ни назад. Здесь мы выходим за рамки, мы делаем что-то новое, свежее, классное, интересно. Я надеюсь, вам это нравится. Поэтому так будем держать, а тебе, конечно же, удачи сразу здесь. Спасибо большое. Ну, вообще, вот как ты сам относишься к таким журналистам, которые сидят в этих рамках, все время говорят о том, что надо делать что-то новое, что-то свежее, надо куда-то двигаться вперед, но тем не менее, вот ему 40 и 50, а все то же самое. Мне кажется, здесь эта проблема не только человека, как профессионала своего дела. Это еще и в первую очередь мироощущение. Вот мы с тобой несколько месяцев назад снимали совместный репортаж, посвященный разного рода учениям в сфере пожарной безопасности на территории МЧС. Газовая камера. И она в том числе. Мы покажем эти кадры. Да, и она в том числе. Вот понимаешь, Оль, и мы с тобой разговаривали о том, вот где брать тему для сюжета. Вдохновение. Вдохновение. Помнишь, мы стояли, ныне это помещение кухни на территории партии КПРФ, здесь сказали. И вот у вас там из окна, его стоит немножко приоткрыть, помнишь, я тебя подозвал, говорю, иди сюда. Стоит немножко высунуть голову, и ты слева увидишь старый такой дом, словно он срисован с иллюстрацией для сказок братьев Грин. Там вот такая каменная кладка, и видно, что этому дому не 10, не 20, и на мой взгляд, даже не 50 лет. Вдохновение за окном. Да, вот это мироощущение. Ты как-то, давая ответ на вопрос, где берутся темы для репортажей, где берется работа, ты говоришь, что вот она берется в разговоре с друзьями на кухне, с тем, когда ты едешь в общественном транспорте, когда ты просто идешь по улице. И вот если человек, достигая определенного возраста, понимаешь, состариться можно и в 20, и в 30 морально, и в 40 лет. И мне кажется, здесь это не проблема профессионализма, про людей, про которых ты сказал, это проблема просто про взгляд на жизнь. Вот если ты любопытен от природы, если ты хочешь самое главное, сейчас не про умеешь, можно научиться, в первую очередь желание, хочешь рассказывать интересные истории, не только острые и провокационные, хотя без них никак, потому что не только в республике, да и в стране, и в мире проблем много в целом, о которых можно говорить, но и то, что у нас выпадает из-за взгляда, вот это в тебе либо есть, либо нет. Вот есть такие профессии в жизни, когда точно понятно, это либо твое, либо даже пытаться не ставить. И вот если ты ко всему так равнодушно относишься, я тебе больше хочу сказать, я не буду называть средства массовой информации должностное лицо, на руководящие, здесь у нас в республике. Мы не так давно разговаривали, причем не так часто в жизни вообще диалог поддерживаем, ну просто получается. И было высказано такое, знаешь, Саша, я вот прихожу, неважно, домой на работу, включая телевизор, смотрю вот там, в телефон, мне неинтересно ничего. Я говорю, ну как? Вот говорит, просто неинтересно. А этот человек отвечает за редакционную политику целого средства массовой информации. Вот сейчас сразу со скобки вынесем, это не 108 канал, лечь не об этих ребятах. Там у них все нормально с этим делом. Вот мне, говорит, неинтересно ничего. А у человека в подчинении, господи, практически 8 или 9 корреспондентов. Я бы ушла. И как ты будешь этими людьми управлять, как ты будешь расценивать важность и сочность информации, которую они принесли, если тебе в жизни больше неинтересно ничего. Господи, сложи и выйди в дверь. Вот если бы ты был на месте этого человека, я бы ушел. Я бы тоже ушла. Невозможно, нереально. Вот знаешь, Джигарханьян сказал, когда ему задали вопрос, что такое счастье? Он объяснил это очень быстро и коротко. Это когда ты утром просыпаешься и хочешь идти на работу, а вечером хочешь вернуться домой. Вот это действительно так. Если вот из этих двух позиций у тебя в жизни что-то не клеится, но ты вот 50% твоей жизни проходит в каком-то горе, в какой-то каторге. Я вот 108 на 102,5,5. Просто бежал на работу, мне нравилось. Потому что это укол прямой адреналии. Алина в кровь, каждый день прах. Миллион историй, которые ты можешь рассказать. У тебя миллион ситуаций, в которых ты можешь быть не просто каким-то сторонним наблюдателем, но и участником. А здесь у человека столько ресурсов и именно физических, как людей, и технических, и медийных, и неинтересно ничего. А теперь представьте, что эти люди делают продукт, который завтра вечером увидят тысячи людей, которые придут домой и включат, неважно, телевизор, либо зайдут в интернет, и вот они увидят такую же серость. Это, скорее всего, просто незаряженные люди, потому что руководитель, он же, он дает, он как солнце, которым питаются его подчиненные, которые слышат его, которые делают то, что он говорит. Ну, мне кажется, это просто неинтересное средство массовой информации. Мы не знаем, какой конкретно. Я еще раз оговорюсь. Я не буду называть ни средства массовой информации, ни уж тем более человека и его должность. Я максимально положительно к нему отношусь, как к человеку. Но вот, знаешь, хороший человек не профессия. Если, вот у меня на самом деле в обороте, и не только в СМИ, с этим очень большие проблемы. Я могу общаться с человеком очень хорошо в жизни, мы можем быть друзьями. Но по работе ты к нему приходишь? Но в работе мы можем, но в работе меня могут чуть ли не степлерами кидаться, потому что, ну, потому что. Много попортил отношений вот с такими людьми? Я тебе больше хочу сказать. Я работал и с этим видом деятельности завершил взаимоотношения очень давно, но так его назовем, финансовое, в плане завершения не сделал. Это коллекторская работа. Ты работал коллектором? Долгих шесть лет. Давайте выведем его из себя. Мы точно будем продолжать интервью, да? Выходи, да? Вот теперь выходи. Так вот, и на одной из работ уже не в банке, не в финансовой организации федерального значения, а немного в другой. Я стал учить людей, которые только приходят на работу. И пригласил на работу девушку, которая мне как сестра. Мы знакомы с ней с третьего класса. Господи, я знаю всех ее мужей, все ее взаимоотношения в мире. Я очень, у нас очень близко знакомы матери. И так далее, и так далее, и так далее. Я никогда не забуду, когда она мне пишет, я уже был здесь в ТВ, а она пишет из Иркутска, Саш, я вошла в тройку лучших сотрудников по России. Какое счастье, жаль, что ты коллектор. От дочернего, от дочерней организации ВТБ-24, да? Не реклама просто. Но, чтобы ты понимала, она в свое время голосовала за мое увольнение. После того, как... Саш, спасибо большое, там, и так далее. Но в один прекрасный момент. Да, ничего личного. И мы очень частенько с ней это обсуждали. Она говорит, ты на меня никакого зла не держишь, там, и прости, и то, и все. Но вот бываю, я козлом в плане какой-то требовательности и к себе, и к окружающим. Насколько это хорошо, я не знаю. Я не могу. Просто я такой. А уж насколько это хорошо или плохо, я думаю, судя из-за страны. Давай о взглядах на жизнь. Давай. Ты же знаешь, что когда ты пришел в республику, ты не пришел в какое-то такое СМИ, которое делает все, что можно, говорит все, что можно. Это касается всех, между прочим. У каждого средства массовой информации есть кто-то за спиной, и это ни для кого не секрет. Умные люди меня поймут и все все прекрасно знают. Партия КПРФ. Сторонник ты? Или ты противник? Или ты кто? Ну вот, послушай, здесь нужно... Республиканец, мы уже посутили на эту тему, да. Республиканец. Здесь в первую очередь нужно разобраться, да, что, ну, не будем скрывать, что, как и в любом политическом встрое в нашей стране, всегда есть хорошее... Белое и красное. Всегда есть плохое. Мы исходим из реалий наших, республиканских. Не надо, знаешь, как таксисты, которые знают, как всем миром управлять. Ну, просто мы здесь так. Это не моя работа, я так для себя таксую, да. А знаю, как всем миром управлять и почему у нас там и там проблемы. Мне, в первую очередь, интересно разобраться самому, потому что на данный момент КПРФ осталась единственной, на мой взгляд, опять же, я не претендую на истинность своих суждений, да, правильность, но, на мой взгляд, единственной политической силой, которая может что-то противопоставить в нормальном смысле действующей правящей партии. Объективно. Вот, других политических сил нет. Их либо сокрушили, либо они созданы для размытия электората, чтобы отжать голоса. Чтобы отжать голоса. Те, кто действительно что-то делают и стараются приблизить день, когда утром мы проснемся в стране немножко другого качества, да, КПРФ. Насколько это так, вот предстоит узнать. Ладно, о политике все. Насколько это так, предстоит узнать, но вот внутренне, да. Но есть еще один момент, наверное, у меня там сейчас помидоры могут полететь, вот знаешь, говорят, есть такое очень часто употребляемое слово, это женщина слабый пол. всеми средствами массовой информации за исключением интернет-канала Республику управляют девушки. Руководящий состав, главные ректора, большее количество В ДТРК тоже мужчина. Там, знаешь, один руководитель против всей массы, это я тебе так хочу сказать, вот в Республике здесь наоборот более мужской коллектив как-то мне, как человеку, который вообще в принципе вырос в военном гарнизоне, более, скажем так, вот удобоварим по общению, по понятию, хотя как-то и я, и с девушками общий язык нахожу достаточно легко, но вот как-то проще. Ну и поговорим о твоем прошлом. Давай. Как ты пришел в журналистику и откуда ты пришел? То есть небольшую завесу тайны ты уже приоткрыл. Это коллекторское агентство. Но я знаю, что было нечто еще более интересное. Немножко, немножко, да, немножко было по-другому. Если говорить о журналистике, это тоже не будет рекламой, но я сразу же себе отметил, что если мне когда-нибудь этот вопрос зададут, я обязательно эти фамилии вызову. То, что я когда-то в жизни перешагнул порог радиостанции 102 и 5 FM, огромное спасибо двум семьям. Это семье Тулиных, Елена Тулина и ее супругу, и семье Брусмаковых, которым принадлежит компания Амир. Я работал здесь, в ТВ, менеджером по продаже окон. И у меня это не совсем получалось. Хотя в каких-то других моментах корпоративных и обязанностях, которые мне вменили ввиду определенных качеств в исполнении, получалось все хорошо. Но в один прекрасный момент я подошел к старшему менеджеру краски Елене и говорю, Лен, вот я Март работаю, в мае все. Не могу. Да, я тебе заранее говорю, что ну все, я буду что-то менять. И в один она такая, да, я говорю, ты только пока руководству не говоришь, чтобы никаких проблем не было, я вот спокойно доработаю, вы там найдете кандидата, и я что-нибудь, да, приду. Как сейчас помню, это было как как сейчас помню, это была суббота. Если входить в Ампир, там вот первое сразу стол, стол, и вот за ним я сидел, потому что там сотрудники меняются по своему местоположению, за исключением старшего менеджера, по крайней мере, это было тогда. Забегает Елена, я не понимаю, почему она была в субботу, в субботу на работе то ли это у нее рабочий день был, не суть. она такая подходит, сейчас идешь к бухгалтеру, берешь деньги, едешь на дом быта, вот тебе номер телефона Льва Маркаряна, который приезжал и нам сюда, нам здесь в Ампире снимал рекламные ролики, тебя ждут на собеседовании, и я говорю, в смысле, тебя здесь ждут на собеседовании, на радио. То есть, это феноменальный случай, когда сам работодатель отправляет своего сотрудника на другую работу? и выясненность, буквально, я прошел собеседование, как сейчас помню, мне дали зачитать новостной выпуск, мне дали зачитать рекламный ролик, меня попробовали в прямом эфире, и все, и согласовали, я там дорабатывал какое-то время, короче, происходило следующим образом, я к 7 утра приезжал на радиостанцию, вел там 2 часа совместно прямой эфир с Никой, Катиной и Сайданой Хавалык, а потом ехал дорабатывать в эфире, а потом возвращался после этого вечером и уже смотрел, как Лев Маркарян какие-то медийные вещи монтируют для радиостанции. Суть в том, что потом мы с Еленой разговаривали, когда я уже финальный расчет получал, сразу же руководство поставили в известность о том, что я собрался увольняться, и как раз-таки Оксана Бузмакова и Елена Тулина обсуждали тот момент, какое место работа мне найти. Уникальный случай, когда сам работодатель уже давным-давно поняла, что от меня нужно избавиться, главное найти куда. Мы не смогли выгнать собаку из студии, но она еще вернется. Я надеюсь, все это перетерпят. На самом деле, Саша, я спрашивала скорее не про твою работу вампири, а про твою работу в другом городе, в Иркутске, когда ты там жил и работал в правоохранительных органах. очень интересная ситуация. Прямо если издалека, у меня семья, это вот типичная формула, знаешь, интеллигенции средней руки советского времени. Мама-учитель музыки, которая проработала и работает до сих пор в сфере образования, из которых более 20 лет была директором музыкальной школы, из школы музыкальной в военном гарнизоне сделала школу искусств. А отец, он ныне уже не с нами, гвардии капитан военно-воздушных сил. И вся жизнь, она вот была подростковая именно военным гарнизонам, военный гарнизон. белая. Эта часть воинская располагается в 100 километрах от города Иркутска. И вот родился я в Уссули-Сибирском, рос в военном гарнизоне, причем отец и мама как бы бабушка, они как раз-таки из Иркутска. И вот военные это на самом деле очень инколлапсированная такая ячейка общества, но представь, если территория, где сейчас построены дома для 55-й бригады, вот ее расширить до 47 домов и отодвинуть от Козыла на расстоянии 30 километров. И вот у них там своя инфраструктура, свою жизнь и так далее. многим, кто хоть как-то хотя бы рикошетом через это проходил, поймут, о чем я. Так в двух словах это не выразить, но большинство парней, которые там вырастают, да, естественно, у них жизнь так или иначе изначально связана с армией, с вооруженными силами и вопросов о том, чем заняться, когда ты заканчиваешь школу, не стоит. Вот у меня, к сожалению, этот вопрос встал, поскольку не совсем я был как-то приверженцем вот этой романтики, связанной с самолетами, дальней авиацией и жизнью но какой-то определенный налет связанный с пропагандой силовых структур, он естественно и есть семейный. И вот как-то личный мой выбор пал на правоохранительную систему, хотя вся семья была против. Я не знаю, как работали в свое время люди, которые проверяют кандидата на службу, но у меня ранее судим дед, ранее осудимые два брата моего отца, но я как-то прошел. То есть это как-то в базах данных не отобразилось, причем осудимости деда я не знал даже когда поступал. То есть это была такая небольшая семейная тайна, которую от меня скрывали. Я закончил первый курс и мы сидели с братом, отец уже умер. И однажды он спросил, мне всегда говорили, что дед умер в командировке и за столом в одном из ресторанов мне брат обширил всю правду, что дед 12 лицев и а я уже был без одного года сотрудник. И вот мы очень часто с мамой, когда она какие-то моменты свои какие-то сложности в жизни пытается скрыть, а потом говорит о них спустя какое-то определенное время. Я говорю, я вообще не удивлен, что в нашей семье кто-то должен был вырасти оперативником, потому что семейные тайны разгадывать кто-то должен. И вот как-то наблюдаешь обстановку, в которой растешь, и всегда есть желание что-то исправить в хорошем смысле этого слова. И Восточно-Сибирский институт Министерства внутренних дел, сейчас это академия, если мне память не изменяет, но это единственное было учебное заведение, следующее было только в Чите по тем временам. поступить туда было дико сложно, я туда поступал как спортсмен, как кандидат на все распорты по легкой атлетике, были там определенные договоренности в плане проходного балла, но учиться мне очень нравилось, вот действительно, то есть база преподавательская там очень интересная, вопрос в том, как ты это воспринимешь. Жалко, что силы хватило поступить только на среднее специальное, 2 года 4 месяца, а не на вышку. Ну и так сросло, что в 2005 год я заканчиваю школу, 2 курса и 4 месяца уже стажировки в должности, то есть лейтенантом УГРО я стал 19 лет. Это история о том, как оперативник потом стал журналистом. но там дальше больше, передел милиция, полиция, я не хочу очернять своих коллег по цеху, с которыми мы служили, не работали, здесь подчеркнул, знаешь, такая тематика, работа на кране, там служба, вот такая лингвистика в каждой военной семье. Но так срослась ситуация, что при той обстановке, которая была в отделе внутренних дел, в котором работал я, мне пришлось уволиться. Причем я увольнялся не по собственному желанию и потому, знаешь, пресловутому и не по статье, я увольнялся по сокращению должности, но буквально через несколько месяцев мое действующее руководство оказалось замешано в ряде уголовных разбирательств, начальник криминальной милиции, тогда еще важно отметить, не было вовремя было задержано за вымогательство вместе с бывшим начальником уголовного розыска и двумя парнями, с которыми вообще учились на параллели. То есть я заканчивал средку, а они пришли уже потом, попозже. И спустя несколько лет судебных разбирательств их всех осудили. Причем за преступление, совершенное на территории, которая вслужила. Мы до сих пор общаемся с бывшей коллегой. Она в свое время была потом заместителем руководителя следствия по выпуску. Фамилию не буду озвучивать. Она ныне преподаватель, причем мега успешный. И преподаватель именно уголовного права и уголовного процесса. И она говорит, вот да, ты ушел вовремя. Потому что я, говорит, не сомневаюсь, что так складывалась ситуация в то время, что волей-неволей ты скорее бы на одной из камней сидел вместе с ней. Было тяжело. Слушай, я вот, знаешь, я ни по одной работе в мире так не скучал. До сих пор скучаешь? Нет. Уже нет? Знаешь, я такое двойственное чувство, я когда искал работу после увольнения с правоохранительных органов, понял, что я никому не нужен. Несмотря на определенный опыт и на определенные знания, уровень того, куда ты можешь пойти, он дико узок. И в лучших традициях вообще увольнения из силовых структур человека, который не может функционировать в мире открытым, а это же как раз такое было, ее называют же этот период времени медведевская подкипель, как раз на многие границы открывались на все в стране, до потом до того, как снова схлопнуться. Я вдруг резко понял, что мир на самом деле очень цветной, и вот он не делится на черное-белое, на своих и чужих, а тебе вот с детства это как бы внушает. И ты в этот момент начал искать что-то еще? Да, я начал выписывать. Какие хорошие, я как сейчас помню, расчерчил листочек, что хорошего из прошлой профессии забрать, что плохое оставить позади. И как это применить в новой жизни? Да, и как это применить в новой жизни? И вот как ни странно, я нашел человека, который работал в подразделении, опять же, силовом, но прошел через такой же путь, и у него очень успешное рекламное агентство в Иркутске. И он меня взял печатником, печатником я печатал баннера и изготавливал наружную рекламу. Потом он меня сделал управляющим наружную рекламу. Маленький шажок уже тогда у тебя был в сторону журналисты. Это очень интересно в плане производства и как работает. Но он же меня и уволил. Я работал в ночную смену и у меня перестала осуществляться нормально подача краски в принтере, который печатает баннера. И я заполосил несколько метров а баннер размером с 9-тиэтажный дом. Мы его потом склеивали в одном из спортзалов в школе в Иркутске. И я заполосил несколько метров и я это прекрасное видел. И думаю, знаешь, так сойдет. И руководство завернуло. Я как помню, что Ивана слова в тот момент, когда он меня увольнял, он говорит, Саша, у меня больше нет денег тебя учить. Тебе было дано все, а вот именно вот эта ошибка, потому что ты решил завернуть заказчику херню. И я тебя увольняю именно за твое решение. Если бы ты остановил, перепечатал, у тебя вышло бы больше расходников ввиду того, что ты ошибся, но ты бы отдал продукт, который не наносил бы исполнение, которого не наносило бы репутационных рисков моей компании, я бы понял, что ты тот человек, с которым можно дальше развиваться, но ты решил завернуть херню. До свидания. Это по правилам и вот ты снова садишься выписываешь хорошие и плохие стороны. Знаешь, обычно, я сейчас буду не очень толерантна, но обычно люди уезжают из Тулы, особенно русские. Ты тот человек, который приехал в Тулу каким-то образом и каким-то образом здесь начал новую жизнь, новую карьеру, все новое. Вот как это произошло, почему это произошло, почему ты остался? Ну вот был такой вираж судьбы, что самое лучшее применение как раз таки своих навыков, которые были с прошлой работы, они вот и отобразились, я уже упоминал, в так называемой коллекторской деятельности. Само слово, это формулировка в работе, она тоже больше сейчас в наше время есть в ней налета мифов с 90-х, да, те люди, которые выбивают долги, в принципе это очень большая работа, связанная с проблематичными переговорами, с конфликтными переговорами, что во многом, кстати, во многих профессиях сейчас ценится, и вот поработав в одном из банков, в ряде других организаций, мне это вот очень дико надоело, что почему я всегда пытаюсь что-то о ком-то выяснить, понимаешь, потом это как-то применить даже с точки зрения какой-то официальной трудовой выгоды своей. Пришла тогда в твою голову мысль о том, что это может быть чисто теоретически журналистика? Нет, не пришла, к сожалению. Я ушел потом работать в Ростелеком, в Иркутске, и мы только-только появилась технология передачи интернет-соединения по технологии Джипон. И мы с Вячеславом Новицким, это мой уководитель, как раз-таки осуществляли проект строительства по всему Иркутску. Наша задача заключалась в следующем. Вот если есть дом либо ряд домов, в котором есть управляющие компании, твоя задача была договориться с управляющей компанией, чтобы она разрешила новое фактическое строительство сети. И вот элемент конфликтных переговоров, как себя вести, какие аргументы находить, как правильно разговаривать с управляющими компаниями. Вот он там как раз-таки был применен. И тоже это как бы казалось не мое. Рано или поздно настал 2017 год, где в голове просто вот висело таким знаковым вопросом, чем вообще заниматься, что вообще делать. И тут раздался звонок от брата, он здесь был, служил, связан с авиацией. Здесь с вертолетами. именно, да. У меня с братом в нынешней действующей реальности объективное, очень натянутое отношение, я как бы не хотел бы там сильно их подсвечивать, но тогда он просто позвонил и сказал, чем занимаешься? Я говорю, да, пока ничем. Он говорит, давай так, бери билет, приезжай в Тулу, посмотришь Тулу, как раз тут скоро Новый год, съездим к родственникам моей жены в Красноярск, точнее, не в Красноярск, населенный пункт под Красноярска. Ну и вообще посмотришь, как будет, может быть даже развеешься, да. Бери, кстати, все документы, может быть здесь, насколько мне известно, потому что авиация была очень приближена к правоохранительной системе, я не знаю, как сейчас. Может быть здесь подаши документы на восстановление правоохранительного, но уже в полицию. И я все, что было в папку сгреб. Как сейчас помню, взял билет Иркутск-Красноярск на поезде, а в Красноярск я пересаживался на автобусе уже до Козыла. И в первом часу ночи, декабрь, дикий холод, как сейчас помню, 17 число, я вот вышел из автобуса, обратно я ждал на такси, вот так вот в Туве я очутился первый раз и потом домой я улетел только спустя 3,5 года на 2 недели в отпуск. Но это когда уже был Ампир, потом Голос Азии, потом и так далее, и так далее. Даже больше. Грузчиком и охранником на базе РПС в магазине Школьник, что тоже неимоверный опыт дало. Я устроился, я ждал ответа, я все подавал документы на восстановление в правоохранительные органы, я ждал ответа, потому что спецпочта из Иркутска, все это очень долго едет, твое личное дело и так далее, и так далее, и так далее, даже комиссию здесь прошло. И, ну, чтобы без дела не сидеть, я устроился охранником на базу РПС, причем устраивался, поскольку никого вообще в Козыле не знал, я устраивался через трудовое агентство. Кстати, ему еще 50% заработной платы надо было отдать с первого месяца. Я устраивался охранником, а заканчивал свою работу, сдавая торговые помещения назад арендодателю, то есть мы их несколько снимали, это сезонная достаточно работа. Это не тот школьник, который постоянно рядом с рынком. Вот где сейчас читай город, вот это цокольное помещение, вот там стоял как раз магазин с дешевой канцелярией, и мне объяснял руководитель этого предприятия, смотри, сам видишь, школьный базар, у нас, говорит, есть возможность как раз выкупить цоколь, чтобы цены школьного базара сбить. У нас тетрадка стоила по тем временам 40 копеек 12-листовая. Нас ненавидели вообще все палаточники, потому что там самые дешевые цены, были как крутинивертии. И очень интересно, и он, он мне внушал такую мысль, Антон, он сейчас не в стране, я как понял в Узбекистане занимаются пошивом одежды, он мне вообще внушал такую мысль, Саня, да что, говорит, тебе, ты ждешь ответа, говорит, справоохранительная система, собирай, говорит, говорит, блин, покупай билет и попробуй, говорит, себя вообще в другой стране. Он говорит, просто приедь, зазывал, он мне эту идею внушил, и я был готов ее реализовать, но по ряду семейных обстоятельствах остался здесь. Давай вернемся к журналистике. Все-таки ты такой феномен, на мой взгляд, потому что за довольно короткий срок, недовольно, очень короткий срок, ты добился многого в журналистике, тебя знают, ты вступил в союз журналистов ТУВ, ты успел поработать на канале и на радиостанции, то есть уже два средства массовой информации и немало поработать, да? Чего ты достиг? Вот какие для тебя, мы знаем, чего ты достиг, ты уже имеешь известность в нашей республике, тебя, я думаю, узнают на улицах. Я не знаю, узнают или не узнают, было пару раз, но как-то я, у меня атрофировано вот это чувство, знаешь, что узнают или не узнают. Для тебя, что лично важно, вот какое достижение ты помнишь, которым ты гордишься. Может быть, это будет какая-то история, связанная с работой. Слушай, вот на самом деле ты меня этим вопросом ставишь на тонкий лед, поскольку если, понятное дело, радиостанция, там все просто. У радиостанции была введена редакционная политика еще тобой, когда ты была главным редактором, о исключении всего негатива, которое может прозвучать. Да, я понимала, что очень много и так негатива, давайте его не будет на радио. Плюс еще и возрастной ценз, 12+, он еще дополнительные коррективы вносит уже с правовой точки зрения. Не просто желание редакции либо учредителей рассвета массовой информации, а уже в юридической плоскости ты не можешь какие-то вещи произнести. А вот в 108-м, к сожалению, вещи, которые можно обозначить как журналистский успех, я бы очень сильно желал, чтобы они никогда не случились. Поскольку это всегда история определенной боли и катастрофы людей, которые обратились с проблемой. Ведь у 108-го как? Но опять же, сначала боли, проблемы, а потом исхода. боли, проблемой. Ну, выкинем такие показатели, за которыми гонится каждое средство массовой информации, это как количество просмотров. Давай просто поговорим о результате. Я очень доволен тем, как разрешилась история пенсионеров на улице Хлебозаводская, где прокуратура первый и единственный раз не постеснялась у себя на своем официальном сайте написать, что начата проверка по результатам. Причем, когда мы в редакции читали заголовок, у нас медленно опускалось сердце, потому что звучала формулировка следующим образом. Можно даже скриншот найти вставить. Прокуратура Республики Тыва начата проверка по материалам средства массовой информации 108-й канал Тыва. То есть не мы ли ошиблись, не в отношении ли нас начата проверка от пенсионеров на Хлебозаводской. И уже следующим постом, я не знаю почему, 108-й канал там уже не звучал, было озвучено, что было возбуждено 5 административных производств в течение нескольких дней. Там проблема заключалась в том, что стариков целую улицу просто морозили и не могли там двигатель сделать. И уж по каким-то... Ну, это можно посмотреть, там все очень наглядно показывали. Я как сейчас помню, один из сотрудников пришел к женщине, которая обратилась к фанату и сказал, спасибо, говорит, если бы не 108-й, они бы такие нам детали еще бы гадали. А там, ну, представляешь, там частные дома, у которых отопление завязано на гидравлике. И Новый год люди встречали безумие и стекла. Старики. Прям, да, я считаю успехом. Я считаю там себя очень, скажем так, причастным к определенным каким-то моментам, где это успех коллективный, понимаешь, не только одного журналиста, но и оператора, и твоего редактора. Ну, а самое большое, самый большой, наверное, мы не можем в подробностях по понятным причинам с тобой об этом говорить. Однажды в редакцию 108-го канала пришла женщина, говоря о том, что ее сын сейчас находится за пределами Российской Федерации, и она не знает, что с этим было. Ей большое, большое спасибо, это не был снят сюжет. Когда Маргарита Мадролова тогда главный редактор, тогда куратор, и можно в прямом смысле слова сказать, главный редактор 108-го, сказала, что ты с этим будешь делать. мы можем не снимать, мы можем об этом не говорить, но мы можем взаимодействовать с ответственными органами о том, чтобы помогли. И ситуация разрешилась, спасибо большое о вооруженном силам Российской Федерации, парень на вертолете был доставлен назад в Россию и, насколько неизвестно, живет полной жизнью, пытаясь забыть весь тот кошмар, что с ним случилось. Будучи журналистом, каждый человек сталкивается с болью тех, кто пришел к нему за помощью. Мало кто задумывается о том, что и у самого журналиста, он же тоже человек, у него тоже есть твоя боль, свои проблемы. Какая у тебя боль? Слушай, никакой. Это, как бы сейчас высокопарно не звучало, это знают и мои коллеги, бывшие по 108 каналу, и те, кто знают меня в принципе как человеку хорошо, вот как раз таки правоохранительные органы научили от этого абстрагироваться. Вот больше боли было там. Тогда? Тогда. Вот там боль людей, которые обратились за помощью, вот она становилась твоей. И я вообще не понимаю, что творится с человеческой психикой спустя 10 лет, как на это можно так просто реагировать. В журналистике попроще. Да, у тебя нету таких рычагов воздействия, как в силовых структурах. Да, тебя там отправляют в прогулку на три буквы в административные коридоры все, кому не лень и так далее. И тебе приходится как-то пробиваться тебя в дверь и в форточку знаешь, то есть вот так. Но я не знаю, хорошо это или плохо, личной какой-то вот более связанной журналистикой у меня нету. исключением, наверное, что в сутках всего 24 часа и рассказать обо всем том, что ты хотел бы рассказать, к сожалению, нет. Вот единственное, знаешь, за что жалею, что я как раз не работал именно в новостной тематике, когда пилот с Красноярска нашел пропавший практически сто лет назад самолет, вылетавший с тувы с шерстью и упавший в саянах. И как они уже сына нашли, пилота погибшего. И я забегаю, помню, в новом веке редактором канала была тогда Чинчи Самбуга. Я говорю, а как же, а что же мы-то, ну а где? Я еще до радио работал, мы-то почему об этом не рассказали? А там сняла и ГТРК, это в одну всех естественно. Сняли и у всех там очень неоригинальный набор кадров. То есть там синхрон где-то в Красноярске пилота, небольшое интервью у самого сына, который отца своего и не помнит, ему там два или три года было. Стандартный набор. Да. Я говорю, ну-то почему об этом не рассказали? Она такая, я как сейчас помню, Чичи такая, ну все уже рассказали. Так в этом и проблема, что все уже рассказали. Вот знаешь, вот какие-то такие вещи, которые сделал не ты. Я помню, мы как раз... Пошел и сделал спецреп тогда. Вот. Мы, знаешь, мы как-то раз разговаривали с основателем группы Одучу с синхронизм. Я говорю, слушаю, у тебя бывало такое, что ты слушаешь музыку и первая мысль в голове, которая тебя посещает, почему это сочинял не я? Он такой постоянно. И вот здесь то же самое. Почему это сделал не я? Вот в этом какая-то такая профессиональная. А вот я понимаю, почему ты клонишь. Что что-то стало лично твоей? Нет. У меня считаю в этом плане хороший иммунитет. Достаточно большое количество профессиональных антител, которые не допускают того, чтобы чужая боли снова ты очень амбициозен. Я это вижу и знаю. И я знаю, что ты хочешь стать лучшим. Да, почему нет? Видишь, я занимался спортом в свое время именно легкой атлетикой. И не бывает такого, что ты выходишь на беговую дорожку желанием третьим прибегу да и ладно. Этого не бывает. не бывает боксера, который да простою всего 12 раундов, да пройду домой. Не бывает бойца ММА, который да вот да лишь бы мне попасть, а там уже готово. Это нормальное чувство, на мой взгляд. Я считаю, очень плохим хирургом был бы человек, который ну постараемся пересадить тут, я не знаю, сердце. Получится, не получится, да и ладно. Ну это нормально, когда каждый в своей профессии не топя кого-то ногой, стремясь к совершенству, не идет по головам, но... стремиться сделать вот что-то лучшее, что-то интересное. Почему нет? Почему нет? Каких-то конфликтов может быть с явного рода консерваторами в профессии, вот это да, такое может случиться. А если сделать и постараться сделать что-то лучше, чем все остальные, то я считаю, что это только да. Много людей, которых я знаю вот сейчас уже здесь, в республике, именно в ТВ, я имею в виду, не на канале, как раз-таки в свое время стремились сделать что-то лучшее. Ну, давай вот возьмем Ова Медия. Ты прекрасно знаешь человека, который его основал, но немногие, допустим, знают сейчас даже из молодого поколения, которые хорошо знакомы с продуктами Ова Медия, что Ова Медия, ее основатель получал премию за лучший 3D-логотип регионального телевидения в стране. Лучший из всей страны. И как говорили про него? Что-то он очень много думает над каждым проектом. Что мы сейчас имеем? Сейчас имеем Ова Медия. Группа производства, которая снимает в рамках республики высокие, качественные, интересные клипы музыкантам нашим регионалам, делает достаточно неплохие документальные фильмы. Причем уровня там про ветерана Федеральной службы безопасности и КГБ у них есть фильм документальный, лично заказанный семьей. Извините меня, это нужно обладать большим процентом доверия, чтобы такие люди к тебе пришли и определенную даже часть архивов тебе такую открыли. Я не думаю, что Мингис сделал и думал, да буду хоть кем-нибудь, но не лучше. Хочешь в конце? философский вопрос? Да, это нормально. Это нормально. Говорю, главное в погоне за лучшим не стать палачом и предателем. А во всем остальном почему нет? Пофилософствуем с тобой в конце. Такой у меня будет вопрос к тебе. Странный, совершенно не журналистки. В чем ты живешь? Чего ты хочешь достичь? Ради чего ты живешь? Хороший вопрос. Знаешь, наверное, у каждого журналиста в интервью есть вот этот вот, как Эльвира Сергеевна это называет, вишня на торте. Эльвира Сергеевна его можно найти фотографию в интернете и сейчас. Поселок Средний, Усольский район, дом 19, квартира 47. Это будет, вы увидите, разрушенный 5 этаж, который стоит вдоль трассы М-53. И вот мне всегда было маленькому интересно, балкон выходил, вид с балкона был не только на территории самого гарнизона, но и вот как раз в лесополосу сюда. Поля леса, а на горизонте тувинские гольцы. Причем существовало такое поверье среди местного населения, что если их видно очень хорошо, завтра будет холодно и это всегда сбывалось. То есть, если гольцы видны как на картинке, тубак на следующий день был обеспечен. Вот к вопросу о том, что ты живешь, мне всегда маленькому хотелось узнать, а что там за горизонтом? А что там дальше? Вот, наверное, в желании узнать больше о этом мире. Поскольку журналист, он всегда погружается в историю, смотрит ее с разных сторон. Есть вот попутно у меня работа в Хатик. Это вообще такое полное погружение в том, как обстоят дела с безнадзорными животными в республике, с волонтерами. Очень глубокая история параллельно всей журналистике. ты ведь сейчас еще Хатико занимаешься. параллельно от всей журналистики, которая есть. Я собрал достаточно большую библиотеку журналистских работ про преступность в международных водах. про то, как человек называется ем тишину ложками 28 лет прожил в тайге в Соединенных Штатах, ни с кем не общаясь. Молодой парень просто ушел. Знаешь, такое глубокое исследование какой-то проблемы. Убийца из города Помидоров, как отправился журналист брать интервью у семьи, чей сын стрелял в Папу Римского в свое время. И здесь Хатико это такая отдельная от всех. Ради чего живешь? Ради того, чтобы узнать этот мир. А то, что узнаешь, передать кому-то. Наверное, как-то так и образовалось человечество в рамках философии. Конечно. Знаешь, я очень рада, что на мое место сюда, в республику, приходишь именно ты. Спасибо. Для меня было важно, чтобы тот, кто пришел сюда, не понижал планку, а только повышал ее. И спасибо тебе. Оставляю тебе все это богатое. Пусть все будет хорошо. Оль, я еще желаю тебе, чтобы ты в своем путешествии обязательно, даже если ты не найдешь того, что ищешь, чтобы ты попутно открыла для себя какие-то новые грани, посмотрела на этот мир за пределами республики. И как мне всегда мама говорит, ты, говорит, Саша, только пол повернутся. Ты можешь сюда. Я обнимусь. Ну что же, друзья, Александр, добро пожаловать на канал. Спасибо. Ольга, Александр, вам от всей души хочу пожелать белой дороги, чтобы у вас в Ставрополе все получилось. Денис Павлович. Всего хорошего. Как говорится, пост сдал, пост принял. Только вперед. Ищем снимашки. Ура! 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 Ура!